Друзья, всем привет! Тем, кто впервые на этом YouTube-канале, обязательно нажмите подписаться. Отдельная благодарность тем, кто пишет комментарии и ставит лайки. Всемирно известное новостное агентство Reuters выпустило статью с заголовком «Путин отверг мирное соглашение по Украине, рекомендованное его помощником». По данным агентства, помощник Путина Дмитрий Козык, длительное время ведущий переговоры с Андреем Ермаком об урегулировании ситуации в Украине, отрапортовал Путину буквально накануне 24 февраля, что заключил предварительное соглашение со своим украинским визави. А мы знаем, что это Андрей Ермак. Что же это за такие договоренности, которые устроили Путина, что Козык ему отрапортовал, что договоренности достигнуты? Что эти черти им пообещали накануне вторжения? Более того, Козык добавил, что устраняет потребность проводить широкомасштабную оккупацию в Украине. Мы прекрасно знаем, что одно из условий было, это минские соглашения. Своя прокуратура, своя полиция, суды, особый статус в Украине. Более того, у них было право законодательной инициативы, право вета, когда любые законы, принимающие Верховные Рады, эти черти могли завитировать. Так что же еще дополнительно такого они пообещали перед войной? Ермак пообещал Козыку, а тот, в свою очередь, Путину. Что Козык уговаривал Путина в том, что можно откладывать войну. Давайте с вами восстановим цепочку событий. Во время предвыборной гонки Зеленский заявлял о том, чтобы закончить войну, нужно просто это захотеть. Я только сейчас понимаю, какие это были русские нарративы. О том, что якобы украинской стороны не было желания закончить эту войну. Тогда уже после победы Зеленский достал Ермака, как черта из табакерки, который начал заниматься переговорами с Российской Федерацией. Потом мы с вами увидели встречу в Омане с Патрушевым, архитектором войны, российско-украинской войны. Потом Ермаку как на блюдечке дали преподнести в Украину победу. Он такой великий летел в Российскую Федерацию, спасал наших моряков, возвращая. Но, не забываем какой ценой, он отдал им Цемаха, главного свидетеля по сбитию Боинга МН-17. Но более того, одним из условий было, Ермак добился в Украине, чтобы с Цемаха не взяли ни единого показания по этому делу. Он им просто отдал ценного свидетеля, что впоследствии может привести к тому, что это дело будет завалено в Гаге. Именно Ермак стал архитектором вот этих российских нарративов в Украине. Еще будучи советником президента в 2020 году, я заявлял, что русские играют в Ермака. Они поставили Зеленскому условие, чтобы тот сделал Ермака главой офиса президента Украины. Только после этого они готовы будут продолжать с ним переговоры. Как же Ермак, вы помните, от благодари русских? Он сел за стол с террористами и вместе с Козаком подписал конструкционный совет, когда собирался легализировать террористов. Именно так отблагодарил Ермак россиян. Что же произошло сейчас? То же самое. Прямо перед войной, за пару дней до 24 февраля, Ермак достигает соглашения с Козаком. И когда Козак пришел в Путин и говорит, что войну можно перенести, мы достигли соглашения в неблоковый статус НАТО, те же самые минские соглашения. Это все систематическая работа ФСБшника Ермака. Вы не задавались вопросами, почему так происходит? Почему Зеленский, зная за полгода до полномасштабного вторжения вместе с Ермаком, решили единолично не предупреждать украинцев? Почему они так легкостью провели зимние свои каникулы? Они две недели проездили на лыжах в Буковеле? Они праздновали день рождения в Гуте? Они ездили в международные поездки, то в ту страну, то в другую страну? Вы не задавались вопросом, почему так происходит? Да вопрос, ответ элементарный. Они были готовы, они были полностью в договорниках с русскими. Они знали, что у них будет все хорошо, потому что были прямые договоренности. Элементарный пример. За 7 дней до полномасштабного вторжения глава фракции Зеленского внес в Верховную Раду законопроект об онлайн-голосовании. За 7 дней до полномасштабного наступления. Они прикрывались тем, что в стране ковид и нужно онлайн-голосование, потому что народным депутатам небезопасно сидеть в Верховной Раде. Они это делали для того, чтобы втихарях протащить Минские соглашения. Для того, чтобы никто из оппозиции не вышел, не заблокировал трибуны. Именно поэтому они по чуть-чуть, по чуть-чуть планомерно сливали нашу страну. Именно вот таким голосованием хотели протащить за 7 дней до начала полномасштабного вторжения. Теперь у нас все сходится. Вот это онлайн-голосование это то, что легло Путину на стол. Имплементация Минских соглашений с помощью онлайн-голосования. Именно это Ермак пообещал Козыку. Если вы думаете, что это единственный был слив наших национальных интересов, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что слив происходил постоянно. Задолго до этого Зеленский с Ермаком начали наносить колоссальный урон нашему государству. Я наткнулся на интересную аналитику Дмитрия Чекалкина, который по пунктам объяснил, где и как саботировались. И более того, наносился колоссальный урон нашему государству. Сейчас я по пунктам вам расскажу. Зеленский не раз заявлял о том, что необходимо сокращать армию. Только за три года его правления штат вооруженных сил Украины сократился на 40 тысяч людей. Начались проблемы с выплатами, с индексацией зарплат. Не начислялись премии даже ребятам, которые находились в зоне АТО. Просто месяцами не начислялись им премии. 65% контрактников увольнялись по стечению срока контракта. Вдумайтесь, 65%. То, что сейчас Путин говорит про демилитаризацию Украины, Зеленский это еще год назад уже начал по методичке Кремля делать. Была неукомплектованность военных на 50%. 50% вдумайтесь, какая цифра. Конечно, Путин создал для себя идеальные условия для нападения. Вспомните буквально на меде до нападения, для полномасштабного вторжения, о чем говорил Зеленский. Запад нас не поддерживает. Запад нам натоел. Какие еще реформы Запад хочет? Вспомните, как глава его фракции, как собака срывался на того же Байдена и говорил, что он с ума сошел, что-то рассказывает. Это была систематическая методичка, по которой работал офис президента Украины. Летчики-асы получали зарплату в два раза меньше от сотрудников ресторанного бизнеса. Так почему сейчас Зеленский так яро говорит, что не понимает, что такое демилитаризация? Да он именно этим систематически занимался. Сократить армию на 40 тысяч людей. Почему до полномасштабного вторжения Зеленская летала в Китай? Почему глава его фракции, его народные депутаты ходили на презентацию в китайское посольство, на презентацию книги Сидипина? Они восхваляли Китая, пели им дифирамбы. Почему вы сейчас катаетесь по западу? У вас была систематическая антиукраинская программа. Вы сейчас говорите о том, что мы не понимаем, как Зеленский выходит и говорит, не понимаем, что такое деноцификация. Ты бросил 3 тысячи азовцев в Мариуполе. Да вот ты полностью выполняешь эту программу Кремля. Полностью как по методичке. Вспомните, как они постоянно отводили войска. Как они запрещали стрелять в ответ. Как они убирали снайперские группы. Как они разминировали территории перед началом полномасштабного вторжения. Элементарно 40-ю танковую бригаду, которая прикрывала Киев и аэропорт Гастомель, они ее полностью расформировали. Процесс демилитаризации от Зеленского был систематическим и постоянным. В 2019 году Зеленский назначает Ермака в наблюдательный совет Укроборонпрома. Ермак начинает прекрасный процесс демилитаризации Укроборонпрома. Во-первых, он расставил своих фунтов на ключевые позиции. После чего предприятия Укроборонпрома переходят на однодневную рабочую неделю. Из-за чего мы не получили высокоточные комплексы Ольха и Гром. Зеленский полностью приостановил производство высокоточных комплексов Нептун. Полностью приостановил. Если бы он тогда не остановил производство ракет Нептун, мы бы за считанные дни уничтожили бы весь флот Российской Федерации. Государственное бюро расследований завело уголовные дела, из-за чего начало извлекать клестроны для ПВО. Из-за этого часть ПВО на момент начала полномасштабного вторжения Российской Федерации просто-напросто не работала. Из-за того, что ДБР изъяло клестроны. Это все один целый процесс демилитаризации команды Зеленского по отношению к нашей стране. Именно при Зеленском происходил постоянный подрыв доверия военно-политического руководства нашей страны. Вспомните элементарно того же самого Демченко, который в РНБО руководил, автор Харьковских соглашений. Вспомните Наумова, который несколько лет на самом деле управлял Службой безопасности Украины. Сейчас он объявлен в розыск за государственную измену. Такие назначения были постоянно. Вспомните Тараназа, которого так держался Зеленский. Человек полностью провалил все обороны и закупки. Элементарно Зеленский и его команда сейчас выходят на эфир и рассказывают о том, какие они молодцы посадили Медведчука. А что это решило? Вся команда Медведчука в Верховной Раде под одну дудку сейчас поет с Офисом Президента. Они выходят на марафон, рассказывают про Офис Президента. Это все происходит при Зеленском. А вспомните, как работали каналы Медведчука. Там была полная цензура, которая наслаждалась от Офиса Президента. Офис Президента отправлял им темники, каких депутатов приглашать, каких не приглашать. Они втихарях встречались с Медведчуком. Это все было при Зеленском. Та же самая труба работала и они отлично делили бабки. Это происходило при Зеленском. Поэтому, когда сейчас представитель Офиса Президента выходит и рассказывает о том, что Медведчук сидит, видите, мы победили. Да вся их система точно так же продолжает работать на вашу руку. Вы оказались просто пиздунами величайшими в этой стране. Вот в чем разница. Поэтому не стоит верить их словам, а надо смотреть на действия, чем они сейчас заняты. Идем дальше. Такие предприятия, как Нефтегаз, Центрэнерго, Энергоатом, Укрзалезныця, до Зеленского показывали прибыль. Сейчас у них многомиллиардные убытки. Только при Зеленском все эти предприятия показывают многомиллиардные убытки, которые компенсируются именно с вашего кармана. Именно при Ермаке и Зеленском на ключевые должности начали возвращаться люди режима, люстрированные люди режима Януковича. Как тот же самый Татаров, который сконцентрировал у себя в руках контроль над всей правоохранительной и судебной вертикалью. Элементарно до войны на покупку битума у Белоруссии и России Украина закладывала в бюджет в 6 раз больше, нежели на финансирование армии. В 6 раз больше на покупку белорусского и российского битума, с которых потом такие как Тищенко и Ермак получали откаты. Это все происходило при Зеленском. При Зеленском и Ермаке происходили постоянные откаты точно так же от культуры нашей страны, когда мы двигались в сторону России с лозунгами «Какая разница?». Разрешили снова показ сериала «Сваты», где украинцев выставляли просто быдлом. Это все происходило при Зеленском. Проложите цепочку. Это систематическое уничтожение украинского. За правление Зеленского за 2 года Украина не умудрилась назначить посла в НАТО. За 2 года. А теперь вспомните статью в Reuters. Одно из условий, точнее с пунктом, с которым пришел Коза к Путину, было Минские соглашения и внеблоковый статус Украины. Так если Украина за 2 года не назначила посла в НАТО, это говорит о систематической работе против интересов Украины Зеленского и Ермака. Вот мы получаем прямые доказательства этого. На днях главная пропагандистка Российской Федерации Скобаева после посещения Зеленским деокупированного Изюма сделала странное заявление, где нашего крота Ермака просто дело героям. Человека, который чуть ли не придумал весь контрнаступ и организовал его. Посмотрите этот отрывок. Новые фотографии при этом Зеленского из Изюма появились. Командование вооруженных сил Украины. Прямо сейчас в Харьковской области. Рядом вы видели только что Ермак. В том числе Ермак это тот человек, которому Марк Милли, если верить Нью-Йорк Таймс, передавал информацию по поводу того, как именно откуда, в какой момент начинать контрнаступление в Харьковской области. Как видно, прошло все нормально, если Зеленский сейчас в Изюме, еще раз, где наши калибры? Со Скобаева ее воплями про калибры все ясно. Но возникает логический вопрос, при чем же здесь Ермак? С такой критикой выступить в адрес своего же агента. Я зачитаю отрывок из статьи Нью-Йорк Таймс, в которой, скорее всего, обращается Скобаева. Это стаття за 13 сентября. За словами високопоставленного чиновника адміністрації Байдена, Джек Салливан, радник з національної безпеки, і Андрій Ермак, головний радник пана Зеленського, неодноразово говорили про планування контрнаступу. Генерал Марк Милі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і Вищеукраїнське військове командування регулярно обговорювали питання розвідки та військової підтримки. Из этого текста следует, що Ермак розговаривал з Джеком Салливаном. Отдельний вопрос то, что Джекоба Салливана называют пророссийским крылом в окружении Байдена. Я напомню, когда Байден неоднократно делал громкие заявления по отношению того Российской Федерации, по отношению к Путину, когда он называл его убийцей, выходил Джек Салливан и говорил, ну, он не совсем это имел в виду, он чуть-чуть другое имел в виду, он постоянно пытался сгладить углы по отношению к Российской Федерации. Заметьте, как именно Ермак с Салливаном спелись, как агент Ермак с Салливаном. Так вот, возвращаясь к этой статье, там четко указано, что Ермак вел переговоры о возможном контрнаступлении с Салливаном, но именно генерал Макмиле говорил с высшим военным руководством о Харьковско-Изумском направлении контрнаступления. Ермак там не упоминался. И теперь смотрите, какой ход делает Скобаева и Российской Федерации, их пропаганда, они пытаются Ермака показать главным героям по контрнаступлению. Почему они это делают, вы спросите. Элементарно на протяжении трех лет Ермак систематически сливал наши национальные интересы в руку Кремля. Мы это выше с вами перечислили. И сейчас у Российской Федерации остается единственная возможность сохранить Ермака в окружении Зеленского и на позиции принятия ключевых государственных решений, если из него сделать героя Украины. Ермак спас нашу всю страну. Он своим счетом защитил нас. В его адрес российская пропаганда скрывается с просто безумной критикой. Для того, чтобы мы здесь в Украине подумали, ну да, логично. Раз Ермака критикует, то он все-таки, наверное, не агент Кремля и он молодец, защищает нашу страну. А вдруг план у российской пропаганды в будущем сделать из Ермака еще одного президента Украины, который уже заключит какой-то договор или сольет с потрохами всю нашу страну в руки Путину. Эта пропаганда четко работает. Это огромная машина, которая сейчас работает по защите своего ключевого агента. На сайте Офиса президента Украины несколько дней назад появилась новость, что Ермак и бывший генсек НАТО Расмусен презентуют рекомендации относительно гарантии безопасности для Украины. На нашем марафоне пиздежа эту новость с утра до вечера рассказывали. Просто то одна информационная группа, то вторая восхваляли Ермака. В западных медиа никто об этом не написал. Вообще никто. Это своего рода пиар-акция Андрея Ермака, который рассказывает нам, что якобы он нарабатывает какие-то гарантии для Украины. Расмусен это бывший генсек НАТО, очень уважаемый человек, а ныне на пенсии уже. Так вот, просто из истории деятельности Расмусена. В 2018 году Расмусен принял предложение русского бизнесмена Григория Гусельникова занять должность заместителя председателя Латвийского совета финансовой группы Норвигбанка, переименованного впоследствии на АЭС ПНВ банка. В 2019 году ПНВ банка потерял лицензию, потому что во время финансовых проверок оказалось, что обязательство перед кредиторами составляет на 367 миллионов евро, что на 200 миллионов евро превышает активы банка. Потом господин Расмусен создал себе такую лоббистскую организацию под названием Расмусен Глобал. Через эту, на сайте, через этой организации вы можете, например, оплатить ему гонорар, и он приедет, выступит на каком-то вашем, например, корпоративе или прочитает лекцию. И вот Ермак создал себе такую пиар-акцию для того, чтобы создать группу по наработкам условий безопасности для Украины. Заметьте, с одной стороны, его пиарят русские, делая из него героя, для того, чтобы он остался, при власти, никуда не делся. А с другой стороны, внутри Гермак пытается нам, как лохам, впарить историю о какой-то группе, которая нарабатывает гарантии безопасности для Украины. Так вот, в этих наработках гарантии безопасности нет ни одного пункта про коррупцию в стране. При этом Зеленский выходит на экран и рассказывает о том, как важно инвестировать в Украину, что лучше сейчас инвестируйте, потому что потом будет поздно. Кто, блядь, хочет инвестировать в страну с таким уровнем коррупции, где продажные суды просто по одному звонку решают любой вопрос? В этом докладе нет ни одного пункта. Нет ни одного пункта о том, как они собираются зачистить из руководящих позиций русских агентов. Его просто нет. Поэтому там зато весь этот доклад наполнен рассказами о том, как бедным будут помогать, как все страны должны сделать вот это, вот это, вот это. Просто дифирамбы, рассказы, мечтания. С таким успехом они могли бы написать еще какую-то сказку. Но по факту реальных вещей в этом докладе нету. И этот доклад ничего из себя не представляет. Просто рекомендации. Это тупо пиар-акция Ермака. Но что куда интереснее, вот эта лоббистская группа Rasmus and Global, она не работает бесплатно. Она работает за огромные деньги, учитывая, что это уважаемый человек, это стоит недешево. Теперь возникает вопрос. Если у нас дыра каждый месяц в 5 миллиардов долларов, с какого места оплачиваются услуги Расмуссона? Я направил депутатское обращение в офис президента Украины с просьбой предоставить информацию, сколько стоит и кто оплачивает. Но ответ очевиден. Оплачиваете вы с ваших карманов. С таких же схем примерно, как мы поднимали про продажу гуманитарной помощи. Оттуда берутся бабки и оплачиваются подобные пиар-акции Ермака, чтобы попытаться отбелить его коррупционную ФСБшную задницу. Напоследок я хочу сказать вам цифры, которые вышли с 7 по 13 сентября. КМИС проводил опрос. И вот 60% украинцев сказали, что они хотят увидеть, как те, кто провалил подготовку к войне, те, кто ответственен за неготовность Украины перед полномасштабным вторжением, понесли ответственность. 60% украинцев хотят, чтобы эти гниды понесли ответственность. Я один из тех украинцев, который тоже так считает. Слава Украине!